Сегодня утром в одном из СИЗО Ростова-на-Дону шестеро террористов, которые содержались в этом же СИЗО, захватили двоих заложников. Вы на канале «Объектив», я Анастасия Брюханова, и это срочный выпуск о главной новости дня. Сегодня шестеро террористов захватили в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказания Ростовской области. Захватчики пришли не снаружи, а из самого следственного изолятора. По одной из версий, они сидели в одной камере, им удалось выбить решетку. Но канал «Шот» утверждает, что побег начался примерно в три часа ночи. На журналистов оказалось видео из камеры этажом ниже, на нем видно веревку, свесившуюся из окна, и несколько мужчин, спускающихся по этой веревке. По другой версии, террористы сидели все же в разных камерах, но при этом каким-то образом смогли организоваться и совершить общий побег. Об этом, в частности, писало агентство ТАСС. По их данным, захват готовился несколько месяцев, и с террористами связывались кураторы из ИГИЛ. Но, как предполагает правозащитница Ева Меркачева, не исключено, что у одного из сбежавших вообще могли быть ключи от камер, где содержались другие террористы. И он прям перед побегом просто выпустил их наружу. Получается, что никто не заметил побег по камерам, никого не смутил шум от прыжка на железную крышу, не было никакой сигнализации. Злая ирония, но буквально неделю назад это самое СИЗО назвали самым охраняемым изолятором во всей области. С современной системой видеонаблюдения, с регулярными обходами территорий. Но вообще-то СИЗО в Ростовской области действительно должно быть суперохраняемым. Как отмечают правозащитники, именно там содержат множество людей, обвиняемых по террористическим статьям. А тут они же смогли обмануть охрану и сбежать. За ними, судя по всему, вообще никак не следили этой ночью. На них в руках флаг ИГИЛ, на голове повязка с символикой. Они, как видно по видео, самодельные, но у террористов была возможность их сделать. Многих также удивила густая борода и длинные волосы самих боевиков. Как отметила Ева Меркачева, вообще-то в российских СИЗО спокойненько бреют артистов, политиков, активистов, да вообще всех, кто силовикам как-то не понравился. Это такой способ психологического давления. А тут мы видим боевиков, буквально террористов с бородами и кудрями. Но вернемся к подбегу. После выхода из камеры террористы проникли в дежурную часть. И там они, видимо, нашли оружие, резиновые дубинки и пожарные топоры. Также у них были собственные заточки и даже нож. На одном из видео мужчина как раз крутит его в руках. Террористы захватили в заложники двух сотрудников СИН. Один из них — младший спектр Виктор Кончаков. Но он устроился работать в СИЗО после прохождения срочной службы в армии. Ему всего 23 года. Второй заложник — Александр Богма. Начальник оперативного управления УФСИН по всей Ростовской области. Почему силовик такого уровня оказался утром, а то и вообще ночью, в воскресенье в изоляторе, непонятно. В воскресенье заключенных на следственные действия не вывозят. Суды тоже. По одной из версий, он приехал на переговоры со сбежавшими террористами, но те взяли в заложники и его. Террористы после этого потребовали предоставить им автомобиль, оружие, а также дать им безопасно уехать. Свои требования они записывали на видео, которые появились в сети. При этом они пытались проникнуть и на склад с оружием, но не смогли. На тот момент все входы и выходы из захваченного боевиками участка уже заблокировали. К СИЗО подъехал ОМОН и несколько машин скорой помощи. И примерно в 11 утра местные жители услышали звуки выстрелов. Начался штурм. Примерно через 20 минут силовики отчитались об окончании штурма и освобождении заложников. Террористы по официальному сообщению в СИН были ликвидированы. Телеграм-каналы, связанные с силовиками, опубликовали видеозапись. Я не буду вам ее показывать, кадры жестокие. На ней шестеро мужчин уже мертвыми лежат на земле. И у двоих при этом руки закованы в наручники. То есть скончались они уже после задержания. На данный момент нет официальной информации о личностях террористов, но предположения уже есть. Во-первых, почти всех их объединяет одно. Они до этого уже были членами группировок, часть из которых, скорее всего, прям входила в исламское государство. Ведь флаг именно и этой организации можно увидеть в одном из видео. Телеграм-канал 112 рассказывает, что трое участников сегодняшнего теракта Шамиля Киев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев ранее планировали взорвать здание Верховного Суда Крачаева Черкесской Республики. Именно за это они в СИЗО и оказались. Тогда сотрудники ФСБ предотвратили теракт и арестовали боевиков. При себе у них нашли компоненты для бомбы и оружия. По словам одного из задержанных, они хотели с помощью взрывчатки напугать людей. В марте им уже вынесли приговор. 18 лет колонии строгого режима. И в ростовском СИЗО все это время они ожидали этапирования в колонию. Другой предполагаемый террорист Малик Гондалоев был студентом медицинской академии из Астрахани. Но, как оказалось, студентом он был не вполне обычным. Его задержали в 1923 году в Ингушетии вместе с его братом и другом по подозрению в подготовке теракта. В том же лесу, где их задержали, нашли схрон с самодельной взрывчаткой. Против него возбудили уголовное дело за изготовление и незаконное хранение взрывчатки. Близкий к власти Телеграм-канал БАЗа назвал имя еще одного террориста. Камнеева Д.В. Осужденного по статье 288.2 ОКР. Только вот статьи такой в Российском уголовном кодексе не существует. Медиазона разобралась в этой неточности. И, скорее всего, помимо неверно указанной статьи, есть еще и опечатка выменя. Журналисты отмечают, что с большой долей вероятности речь идет о Данииле Камневе. Его судят в Южном окружном военном суде Ростова-на-Доно за участие в Атакфир Вальхиджра. Это другая террористическая организация, существование которой в нынешнее время некоторыми экспертами и правозащитниками вообще ставится под сомнение. Еще один из упомянутых базой потенциальных террористов, некий Сайпудинов М. Эш. Медиазона нашла его карточку в базе Махачкалинского суда. Зовут его Сайпудинов Магомед Шамилевич. Судили его по нескольким статьям, в том числе о разбой и грабеж. О каком-то его участии в террористических организациях пока неизвестно. В итоге получается, что настоящие террористы могут сбежать из камеры в СИЗО, предварительно сговорившись, все тщательно спланировав друг с другом. Потом получить доступ к холодному оружию, при себе у них телефон и даже возможность быстро состряпать символику исламского государства. Вообще-то, по правилам того же ФСИН, все те, кто находится в списках террористов и экстремистов, должны быть помещены в СИЗО под особый надзор. Их сразу ставят на профучет, регулярно проверяют, постоянно фиксируют на видео. Но мы видим, что все это не работало в Ростове-на-Дону. Однако эти же правила с радостью исполняются в отношении оппозиционеров, публицистов и даже драматургов. В реестре террористов у нас оказываются люди, которые вообще не совершали никаких терактов и ничего подобного не планировали. Я напомню, того же Алексея Навального помещали в этот список. И в итоге в колонии к нему регулярно приходили с проверками и даже по ночам светили фонарем в лицо и не давали спать. Такая же история с Борисом Когарлицким, Евгением Берковичем, многими другими деятелями, которых государство называет террористами. И вот пока охотились за вот такими вот обычными людьми, не совершившими никаких преступлений, и оказавшимися в заключении просто за свою позицию и несогласие с властью, профукали террористов настоящих. Кремль, как мы уже привыкли, никак не отреагировал на случившееся. Не было даже классического «Путину доложили о ситуации». Вместо этого Песков продолжает рассуждать об ультиматуме по окончанию войны, которой Путин выдвинул Украине. ГосСМИ тоже старались не упоминать принадлежность террористов группировки ИГИЛ. Они лишь вскользь упоминают, что боевики были сторонниками исламского государства. Ведь ранее Путин говорил, что у радикальных исламистов нет никаких причин нападать на Россию, ведь наша страна выступает за мир на Ближнем Востоке, и вообще у нас межрелигиозное единство. Это Путин заявлял после теракта в Крокусе, когда пытался найти украинский след в действиях настоящей группировки ИГИЛ. Отреагировал на теракт, пожалуй, только депутат Госдумы Александр Хинштейн, но он тоже про ИГИЛ не сказал. Лишь задался вопросом, откуда у террористов телефоны, и предположил, что вся проблема в отсутствии профилактики экстремизма в СИЗО. Жители Ростовской области начали писать комментарии к постам губернатора в Телеграме. Они спрашивали, будет ли какая-то реакция на захват заложников. Но эти сообщения просто исчезали, их удаляли. Позже губернатор Ростова все же прокомментировал ситуацию. Он заявил, что в Телеграме были провокаторы. Якобы люди, написывая комментарии, пытались раскачать межнациональную тему. В итоге, по его мнению, вопросы о захвате заложников превратились во флешмоб. Да, он прям так и написал. Кстати, во время самого захвата от него не поступало никаких комментариев. На данный момент это все важные новости к этому часу. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Но перед окончанием отмечу еще одно. Буквально два дня назад глава в СИН отчитывался о другом успехе. Оказывается, с 2022 года они не зафиксировали ни одного побега из исправительных колоний. Ну вот, на фоне развязанной бессмысленной войны и преследований инакомыслящих получили что-то куда более страшное, чем побег. Самый натуральный теракт настоящих, а не выдуманных террористов в своем собственном СИЗО. Такие дела. До новых встреч! До новых встреч! Пока! До новых встреч! Пока! Продолжение следует...